О колоректальном раке мы сегодня поговорим с врачом, хирургом и онкологом и Батулиным Артуром Альберовичем и поговорим с человеком, который занимается организациями скрининговых программ практически по всей нашей большой стране и в некоторых регионах особенно успешно, Абдрахмановым Рустемом Рамильевичем. Здравствуйте, спасибо большое, что нашли возможность, пришли. Давайте поговорим сразу, начнем тогда с распространенности. Скажу, мы видим на слайде о том, что Российская Федерация, она традиционно относится к регионам с высокой заболеваемостью, это мы видим на синем слайде. Да, мы видим, ну, в принципе, мы видим, что данная тенденция, она и в Северной Америке, мы ее наблюдаем, да, то есть территория, например, Канады, где, кстати, скрининговые программы активно давно развиваются. В то же время мы видим, что смертность уже на красном слайде достаточно у нас высокая, а, например, в той же Канаде она уже у нас менее насыщенный цвет, то есть уже ниже. При этом, если сравнить показатели заболеваемости и смертности, мы видим, что пока мы не используем, возможно, все варианты профилактики, пока мы у нас, мы видим, что при достаточно высоких показателях заболеваемости у нас и высокая смертность, да, но при этом мы видим, например, Словакию, у которой, или Австралию, у которой показатели заболеваемости очень высокие, но при этом низкая смертность. Конечно же, программы скрининга, они оказывают непосредственно прямое влияние на эти показатели. Скажу лишь один факт, что доказано во многих исследованиях, что пятилетняя выживаемость, то есть сам удачный прогноз, зависит от того, на какой стадии изначально это заболевание было обнаружено. Так, при первой стадии у нас пятилетняя выживаемость, она превышает 90%. При второй стадии это порядка 82%. Если мы говорим о четвертой стадии, то это порядка 12%. Эти все показатели, они, конечно, определяют, сколько людей, к сожалению, мы теряем из-за этого недуга. Ежегодно у нас одногодичная летальность, она превышает 20%. При этом в странах Европы и Северной Америки это показатель порядка 13-14%. То есть, конечно, у нас потенциал есть, мы над этим работаем, понимаем, куда двигаться. У нас есть мировой опыт, хороший опыт, локальный, региональный. И мы сейчас эти программы пытаемся тиражировать в рамках диспансеризации. Алгоритм он заложен, это определение группы риска. Надо сказать, что, конечно, группа риска есть высокого риска и среднего умеренного риска. То есть, я полагаю, что... То есть, на каком месте, например, стоит рак толстой кишки в структуре заболеваемости? Насколько это распространенное заболевание? Сейчас это очень распространенное заболевание наряду с раком легкого и раком молочной железы. То есть, это, в принципе, второе-третье место в структуре заболеваемости. По смертности это еще выше ранговое место. То есть, сейчас даже выходит на первое место во многих субъектах Российской Федерации. То есть, если говорить вообще об онкологических заболеваниях, то большинство из нас, да, но все мы когда-то умрем, те, кто умрут от онкологических заболеваний, они умрут от рака молочной железы, от рака легкого и от рака толстой кишки, скорее всего, да? То есть, это вот самые такие... Артур Альберыч. Ну, я бы, может быть, сделал некую корректировку. Но, действительно, если мы говорим о более старшей возрастной группе, то есть, это население старше 65 лет, по смертности рак толстой кишки в этой возрастной группе находится действительно на первом месте. Вот. И если брать по регионам, то, в частности, в Татарстан, Башкортостан, вот, в недавние годы вообще заболеваемость раком толстой кишки находилась вообще на первом месте. Вот. То есть, эти позиции периодически смещаются из-за, как уже коллега отметил, роста заболеваемости рака молочной железы у женщины и рака легкого у мужчин. Вот. Но, тем не менее, это вторая и третья позиции, и это очень большие цифры. Если мы будем говорить глобально, там, какими-то абсолютными цифрами манипулируют, то это 2 миллиона вновь выявленных пациентов ежегодно. В нашей стране или в мире? Нет, в мире. Вот. И, к сожалению, мы должны говорить о том, что почти миллион погибает от рака толстой кишки ежегодно в мире. Вот. И продолжение, как говорится, в освещении тех цифр, действительно, как было сказано, своевременная диагностика, она должна выходить на первое место, поскольку на сегодняшний день порядка 50% — это третья-четвертая стадия заболеваний. И, конечно, мы должны потратить все наши возможности и усилия, чтобы выявлять это заболевание на более ранних стадиях. Если же говорить про риски, как вы так печально заметили, что от чего мы, современные люди, там, в перспективе можем, да, заболевать и погибать там и так далее, то у сегодняшнего современного населения это порядка 5% риск заболеть. То есть, если мы говорим глобально там, да, про население, вот, земного шара, и если это есть некая к этому предрасположенность, а мы понимаем то, что наследственность находится на, скажем так, да, первых причин, если в роду есть прямое, да, значит, родство в плане рака толстой кишки, то риск заболеть раком толстой кишки удваивается. Ну и, соответственно, к этому еще прибавляются другие факторы риска, которые, естественно, значит, имеют место быть. Ну вот давайте немножко про факторы риска теперь поговорим, коли уж мы начали, да, вроде бы так печально, что каждый там пятый из нас обязательно заболеет, допустим, да, но... Каждый двадцатый. Каждый двадцатый, да, простите. Каждый двадцатый. Есть ли какие-то у нас с вами возможности, раз уж мы тут врачи, и передача у нас для врачей, мы, наверное, должны поговорить о первичной профилактике, прежде чем перейдем к раннему выявлению, каким-то образом на эту ситуацию повлиять. Может быть, есть абсолютно доказанные факторы риска, которые увеличивают... Вот на наследственность мы повлиять уже, к сожалению, никак не можем, да. Но там может быть, что есть, какой образ жизни вести, курить, не курить. Вот расскажите нам вот такие вот моменты, с помощью которых мы как такие, знаете, образцово-показательные, если у нас будут такие пациенты, мы им сказали, вот вы едите это, вы не курите, вы пять раз в неделю занимаетесь спортом, и тогда мы на 30% снижаем ваш риск заболеть раком толстой кишки. Ну, если начать раскрывать данный вопрос, то, конечно, на первом месте находится возраст. Вот, то есть и от этого мы должны отталкиваться, и на сегодняшний день цифры говорят о том, что 90% заболевшим раком толстой кишки – это население старше 50 лет. Так. Вот, то есть это, вот, наверное, армия основная пациентов, которые возникают именно в этой возрастной группе. Вот, среди следующих факторов риска – это, конечно, наш современный образ жизни. Вот, мы не будем брать во внимание, значит, там, нервно-эмоциональные, там, напряжение, там и так далее. Вот, конечно, на первом месте – это характер питания. Вот, есть доказанные факты, что употребление, значит, красного мяса и переработанного мяса увеличивает риск развития рака толстой кишки на 20%. Ну, вот, ну, есть разные, скажем, да, литературные данные, которые говорят 12-19, я уж так округляю. Вот, второй фактор риска – это, конечно, употребление алкоголя. И здесь есть прямая зависимость от того, какое количество алкоголя, значит, человек употребляет. Помимо алкоголя, понятно, что мы можем влиять. Конечно, это образ жизни, связанный таким фактором риска, как ожирение, да, то есть, элементарное ожирение. Вот, здесь также доказана роль ожирения, вот, что это действительно влияет. Из канцерогенов, которые, кроме алкоголя, это курение, вот, но всё, что мы перечисляем, по сути, является факторами риска и для других онкологических заболеваний. Здесь это, как бы, мы не являемся, околоректальный рак не является исключением. По сути, исключая или, по крайней мере, регулируя вот эти моменты, мы можем снизить вероятность. А ещё я добавлю физическая активность регулярная, да, снижает риск развития рака. Несомненно, да, то есть, люди, у которых гиподинамия, опять же, она, скорее всего, сочетается с повышенным весом, это всё ведёт к росту рисков развития околоректального рака. Ну, в общем, это достаточно понятно, просто мы ещё раз повторили, да, что есть понятие здорового образа жизни, который хорошо бы придерживаться, и тогда мы достаточно серьёзно можем повлиять на снижение риска развития рака. Я думаю, что я бы хотел сделать дополнение касательно всё-таки наших пищевых привычек. Кроме того, что мы любим употреблять современное население, я имею в виду, значит, в большом количестве, там, возможно, мяса, рыбу и так далее, мы должны говорить о том, что всё-таки в нашем рационе очень важно, чтобы присутствовала растительная клетчатка. Вот здесь как раз-таки будет правильно говорить именно по предрасположенности развития рака толстой кишки. Действительно, добавление в рацион, ну, согласно литературным данным, молока, как это ни странно, вот, цельнозерновых продуктов, вот, и вообще, в принципе, значит, пищевых растительных волокон, которые богаты, значит, витаминам, да и других групп витаминов, конечно, в значительной, скажем так, в значительной степени снижают, вот, риск развития рака толстой кишки, опосреданно, в том числе, благодаря тому, что очень, скажем так, есть на сегодняшний день много исследований, которые говорят об важности микробиома. Да, я как раз так и так сказала. Который, значит, у нас у всех присутствует, и микробиом оказывает невероятное влияние на развитие данного заболевания. Даже я слышала где-то или читала, что красное мясо тоже, оно не само по себе вредно, а продукты метаболизма бактериального красного мяса, что там образуются фенолы, эндол, скотол, вот такие вещества, которые обладают канцерогенным действием. То есть мы таким образом через микробиоту влияем на снижение или повышение, наоборот, риска колоректального рака. Так, ну, это вроде понятно. Если у вас, дорогие друзья, будут какие-то вопросы по факторам риска и тому, что мы можем сделать в плане первичной профилактики, вы пишите нам вопросы, мы в конце постараемся ответить. Теперь у нас, наверное, потихонечку мы должны перейти к тому, как же вовремя выявлять. Ведь у нас рак-то развивается в кишке. В чем еще прелесть этого всего, что есть заболевания, которые онкологические, я имею в виду, невозможно как-то заранее предсказать, заниматься их ранним выявлением, скринингом. Колоректальный рак – это такое заболевание, которое не образуется практически мгновенно, оно образуется из полипов в толстой кишке. Правильно, Артур Альберович, да? Или есть такие раки, которые бац, и на пустом месте из места в карьер? Ну, на самом деле, ранние формы раков в том числе существуют, да, то есть здесь уже мы должны будем углубляться в морфологию злокачественных опухолей в толстой кишке. Но вы абсолютно правы, в первую очередь мы должны говорить о том, что при, скажем так, акценте внимания на раннее выявление мы должны понимать то, что любая форма, да, доброкачественная, вот, в процессе в толстой кишке, это наличие полипа в толстой кишке, вот, прям пропорционально, в общем-то, в последующем развитию рака толстой кишки, в том числе запущенной, в силу того, что доброкачественные опухоли очень долгое время остаются бессимптомными, и мы должны знать о том, что таковые есть, что они являются фактором риска, вот, и есть уже доказанные, значит, гистологические формы доброкачественных опухолей, которые напрямую сопряжены с развитием рака толстой кишки, в частности, аденоматозные полипы, вот, которые должны своевременно выявляться и своевременно удаляться, вот, потому что то, как это можно будет сделать на ранней стадии, и даже если полип не успел еще в злокачествиться, да, но когда достиг таких размеров, что нам приходится уже применять значительно более серьезные хирургические вмешательства, здесь своевременная диагностика имеет немаловажное значение. Я думаю, что Рустам Рамиль здесь много готов будет добавить, вот, касательно того, как это все должно происходить. Ну, сейчас вот я хочу подытожить, так, чтобы мы сейчас понимали, о чем мы будем говорить, мы будем говорить о том, что рак в толстой кишке развивается достаточно, прежде чем он станет злокачественной опухолью, на это нужно определенное количество времени. Сначала в кишке появляется полип, потом он потихонечку увеличивается в размере, потом в нем появляются различные, там, предраковые процессы, дисплазия низкой степени, дисплазия высокой степени, и вот на всех этих стадиях мы можем эти изменения выявлять и вовремя эти полипы удалять. И вот для этого у нас есть, ну, как бы, наверное, две основные методики пока. Одна это колоноскопия, которая проводится в определенное время, это мы сейчас обсудим, да, и есть такой более легкий способ, это анализ кала на скрытую кровь, и в связи с тем, что этот анализ, он достаточно легко выполняется, он неинвазивный, он не очень дорого стоит, его частенько используют для так называемых скрининговых программ, то есть колоноскопию взять и провести всему населению нашей страны в масштабах популяции достаточно сложно, это дорого, не каждый согласится, там, ну, и куча организационных проблем, да, вот, поэтому для того, чтобы каким-то образом снижать заболеваемость раком толстой кишки и смертность от рака толстой кишки сейчас рассматривают, или я даже не знаю, на какой стадии сейчас вы нам это расскажете, да, на уровне государства, на уровне организации здравоохранения рассматриваются вопросы, чтобы вот каждого человека по достижении, там, определенного возраста, да, приглашать в медицинское учреждение или выдавать ему на дом баночку, и даже если у человека нет никаких симптомов, нет никаких подозрений, нет отягощенной наследственности, вовремя выявить у него какое-то неблагополучие, чтобы его потом уже направить на более информативные исследования. Вот об этом нам сейчас расскажет подробнейшим образом Рустам Рамильевич и о том, как успешно уже в нашей стране, в некоторых регионах эти программы реализованы и действуют. Да, Валерия Олеговна, действительно, в нашей стране достаточно высокое внимание уделяется этой проблематике. У нас есть программа диспансеризации, и мы на первом этапе, у нас выстроено мероприятие именно по выявлению семи локализаций. Одна из локализаций – это именно рак толстого кишечника. Вот исходя из того, что мы говорили, мы понимаем, что есть большинство людей, у которых есть определенный вот риск, как уже было сказано, 5% заболеть, но есть пациенты, у которых этот риск изначально выше. Это пациенты с воспалительными заболеваниями кишечниками, так называемый ВЗК, да, и это люди, у которых отягощенный анамнез. То есть родственники, особенно первой линии, тоже болеют. Вот крайне важным является выявление вот этой группы риска, высокого риска. Для них, конечно, актуально именно проведение колоноскопии, прямое направление на колоноскопию. Для всех остальных, для большинства людей, поскольку мы уже сказали, что заболевание протекает бессимптомно, наша задача, вот вы уже сказали про патогенез, на развитие опухоли уходит достаточно времени. То есть у нас есть, по сути, все возможности организационные, чтобы мы выявили скрытое кровотечение из-за патриарного образования. Вот. В программе диспансеризации мы эту исследование начинаем с 40 лет. Несмотря на то, что было сказано, Артур Альбертович сказал, что вот в основном это старше 50 лет, и, ну, наверное, даже большинство людей, это 55-60, которые болеют. Ну, то есть про рак мы говорим, да? Ну, про рак, да, которые болеют. Наша задача начать скрининг хотя бы, ну, за 10 лет раньше, до развития. Вот. В нашей стране, в принципе, мы пошли, наверное, дальше европейских стран, у них в основном с 50 лет скрининг начинается, мы начинаем с 40. Я считаю, что, в принципе, это обосновано, потому что сейчас рак молодеет, из года в год пациенты, много пациентов и моложе 40 лет, поэтому здесь скрытая кровь достаточно является эффективным методом именно таргетирования группы риска, которую мы отправим потом на колоноскопию. В среднем в нашей стране порядка 2-3% мы имеем положительных тестов. Надо сказать, вот, например, в 2023 году данному тесту были подвержены 16 миллионов человек из нашей страны. Да, вот. А как это происходит? Их активно вызывают? В рамках диспансеризации пациент приходит, если он подходит по возрасту от 40 до 64 лет, это проводится раз в 2 года, и от 65 до 75 ежегодно. То есть, предположим, пациент пришел ему 42 года, и одной из методик, которую ему проводят, назначается тест на скрытую кровь. Дается контейнер, пациент в удобное время приносит пробу кала, она, соответственно, делается или качественной методикой, то есть тест-полоска. Или мы в рамках наших программ, которые мы внедряем, это аппаратная методика, когда проба кала помещается в пробирку со средой, там проба, именно фракция гема, она более стабильна, вот, и уже выдается количественное значение, да, не просто да-нет, да, достаточно субъективно. А здесь мы видим прям точное содержание, то есть, например, 56 нанограмм на миллилитр. Мы считаем, что от 50 нанограмм, мы считаем, что это тест положительный. Опять же, много дискуссий по поводу того, должно быть 50 или 100 нанограмм, на самом деле нет таких четких федеральных рекомендаций. У нас регионы сами выбирают в основном эту отсечку, вот, тем более, что такая возможность есть менять. Ну, предположим, от 50 нанограмм мы должны отправить на второй этап диспансеризации, где консультирует врач-хирург-коллеколог-практолог. По сути, его задача максимальная, как вы сказали, миссия пациента, 100% людей отправить на колоноскопию. Вот это вот прямо его миссия. Мы пока, конечно, этого не наблюдаем. То есть, пациенты отказываются? Есть отказы, но они незначительные, я скажу. Ну, наверное, там в пределах 5% то, что мы фиксируем в рамках диспансеризации, это отказы. Есть уже какие-то вот результаты, что выявили раки на ранних стадиях, спасли людей? Несомненно, это все есть. Мы вот в свое время в рамках диспансеризации этой программы более углубленную по колоректальному раку эстафетную палочку переняли от Татарстана. Эту программу мы реализовывали с коллегами в Башкортостане. Она реализуется 2018 года. Результат достаточно хороший. То есть, мы изначально вот в рамках такого проектного управления для себя сразу поняли, к чему мы стремимся. То есть, сколько мы должны получать положительных тестов, какой у нас должен быть охватка колоноскопии, какие критерии качества колоноскопии мы должны соблюдать, например, частота выявления аденом, так называемый аденом детекшн рейт, сколько раков мы должны выявлять. И, в принципе, мы достигаем всех этих показателей. Это, конечно, дало огромный импульс развития эндоскопической службы в республике. И подобные программы сейчас реализуются в Бурятии, в Самарской области, в Смоленске, в Калуге, в Белгороде. То есть, на самом деле, достаточно много территорий. На самом деле, в рамках программы диспансеризации это вся территория России. Но те, кто наиболее пристальное внимание уделяют, это вот те регионы, которые я обозначил. А вот можно вопрос задам? Ну, ведь не все полипы кровоточат, да? То есть, вот насколько человек, у которого в 42 года отрицательный тест Кала на скрытую кровь, может быть спокоен? Вот может быть такой немножко глупый вопрос. Но я вот, например, как врач-гастроэнтеролог, я немножко этому тесту всё равно не доверяю. И мне кажется, что лучше пациента убедить всё-таки сразу идти на колоноскопию. Или вот это вот в качестве такого общепопуляционного теста всё-таки хорошо работает? Ну вот аргументируйте мне, чтобы убедить, что да, это надо делать. Когда мы говорим про программу диспансеризации, мы говорим про именно популяционный подход. То есть, это то, что работает в широких массах населения. То есть, мы не оспариваем, и мы абсолютно утверждаем о том, что скрининговая колоноскопия является золотым стандартом именно скрининга колоректального рака. Но при этом мы не можем проводить колоноскопию 16 миллионам людям, поскольку у нас в стране всего проводится более миллиона колоноскопий в год. Нам нужно из этих 16 миллионов максимально выбрать ту группу высокого риска, у кого положительный тест, и именно им мы проводим уже исследования. У меня степень доверия к тесту высокая. При этом нет ни одной скрининговой методики, в том числе и колоноскопии, которые обладают 100% специфичностью и 100% чувствительностью. То есть, в том плане, что и при колоноскопии, к сожалению, мы можем пропустить полипы. Мировая статистика об этом говорит, что сейчас, конечно, есть хорошие подспорья в виде системы искусственного интеллекта, которые уже внедрены и в нашей стране, системы, которые работают, такие возможности. То есть, когда искусственный интеллект видит подозрительный участок, он его подсвечивает, и, соответственно, доктор уже обращает пристальное внимание. Но, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что это все рабочие абсолютно вещи. Никто не мешает, на самом деле, пациенту в рамках просто пристального внимания к своему здоровью пойти, приобрести этот тест, сделать себе... А где он? В аптеке его можно купить? Самостоятельно? Есть тесты, которые продаются в аптеках, да. Достаточно широкий спектр производителей. Но, конечно, у нас есть бесплатная возможность в рамках диспансеризации. 40 лет, то есть я могу прийти в поликлинику, попросить, и мне назначат. Ну, вы можете просить, но, в принципе, медицинское сообщество осведомлено о тех методах, которые должны проводиться. Это во всех регионах? Во всех регионах Российской Федерации, да, это все работает. Опять же, разница только в том, какие тест-системы используются, или качественные, или количественные. Мы считаем, что количественные более обоснованы именно в рамках популяционного скрининга. Ну, вот я, наверное, может быть, сейчас какую-то не очень умную вещь скажу, но вот для себя, как для гастроэнтеролога. Да, наверное, колоноскопия – это все-таки более точный метод выявления полипов, чем кал на скрытую кровь. Но очень много пациентов, вот каждый день на приеме приходит там 10 человек, каждому из них, я говорю, вам уже там 50 лет, вам надо сделать колоноскопию, соглашается 1-2. Вот реально так, если посмотреть, куча разных причин. Я боюсь, я не хочу, меня ничего не беспокоит, у меня нет отягощенной наследственности. Вот, и вот здесь вот, наверное, на этом этапе тоже для того, чтобы человека как-то сподвигнуть и убедить, ему можно сказать, сдайте тогда хотя бы тест кала на скрытую кровь, и когда, если уж у человека выявится этот положительный тест, то здесь уже у него будет больше аргументов для того, чтобы пойти на колоноскопию. Это вот сейчас не в рамках популяционной программы, я говорю, а вот в целом, в каждой конкретной ситуации, если брать работу каждого врача, потому что с колоноскопией, конечно, у нас в стране тоже надо проводить, наверное, какие-то образовательные программы, и для пациентов в том числе, потому что врачи-то уже как бы понимают важность, а пациенты очень сильно боятся этой процедуры, не любят ее, не хотят, не понимают важности. И наша сегодня с вами задача еще раз донести до всех, что вовремя выявленный полип или даже ранний рак, ничего в этом страшного нет, сейчас мы расскажем с врачом-хирургом, покажем все современные технологии, которые есть, что мы можем спасать жизнь и реально избавлять пациентов от страшных мучений и смерти в том числе. Про колоноскопию расскажите? Я бы добавил немножко, скажем так, своей, может быть, немножко субъективной точки зрения. Рустам Ромич абсолютно прав, и вы об этом сказали. То, что внедрение скрининговой программы – это все-таки, скажем так, направленность на популяцию. Мы, врачи, должны понимать то, что мы сейчас работаем на разной аудитории. Во-первых, мы должны очень тесно взаимодействовать со своими коллегами, в частности, гастроэнтерологами, которые должны быть всегда, скажем так, нацелены на то, чтобы всегда не забывать и помнить о том, что пациент, который обратился к гипотетическому гастроэнтерологу, может уже страдать раком толстой кишки, иногда уже клинически значимой. И это очень важный момент. И я бы хотел подчеркнуть им, приведя, может быть, такие не очень хорошие примеры, когда пациент обращается уже с достаточно выраженной клиникой в симптоматике кишечного дискомфорта, связанной уже с наличием симптомной опухоли, а колоноскрытую кровь, я не знаю, какой был, скажем так, показатель там, да, в производитель там и так далее, но, может быть, это был неправильно выполненный анализ, в том числе там, да, но были такие случаи, когда пациент проходил колоноскопию после отрицательного теста, и опухоль выявлялась. Поэтому все-таки мы должны понимать, с кем мы работаем. Если мы работаем с населением, то, безусловно, фаскрининговая программа это хорошо, вот, и это нужно продолжать внедрять, чтобы это работало действительно направленно на популяцию. Если мы уже говорим с точки зрения мотивированного пациента, который уже обратился на прием с клиникой, значит, да, какого-либо там кишечного дискомфорта, по статистике полтора года, значит, это может быть немножко устаревшие цифры, но тем не менее, полтора года пациент испытывает кишечный дискомфорт, прежде чем он будет, скажем так, диагностирован с точки зрения уже колоноскопии, верификации там и так далее. Вот, и об этом должны помнить и наши коллеги, вот, доктора, которые сталкиваются с пациентами, и, конечно, сами люди должны к себе немножко быть внимательнее. Что касается возраста, я вот по примеру в нашей республике, я проживаю в Уфе, вот, и у нас программа предполагает, значит, проведение теста на кал на скрытую кровь в 49 лет. Вот мне исполнилось 49 лет, мне этот тест уже вручили, вы спрашивали, как это делается. Мне по месту работы. Привезли? Да, то есть в руки передала, значит, там, сотрудница, сказала, вот, пожалуйста. Чего себе, какой сервис. Вот, пройдите, пройдите, но в силу, может быть, того, чем мне приходится, как говорится, в этой жизни заниматься, я однозначно нацелен на то, чтобы пройти колоноскопию. И вот как Рустам Роменович говорил о том, что мы должны это раньше делать, действительно, если есть, скажем так, прямое, вот, прямое родство, там, у пациента, там, да, гипотетического случая заболевания в рак от толстой кишки, мы должны проводить колоноскопию на 10 лет раньше. То есть это может быть рак и в 40 лет выявленный. И у меня уже есть пациенты, которым было и 18, и 19 лет, очень молодые. И это были пациенты без ВЗК, без семейного аденматоза, которых мы, в принципе, сразу берем, как говорится, там, да, вот, в группу риска. И поэтому здесь нужно быть очень внимательным, потому что есть печальные примеры, когда там вот молодая девушка у меня была в 22 года, у которой анемия просто не подвергалась никакой коррекции. И она наблюдалась, значит, больше года у гастронтеролога, какого анскопия не назначалась. Пока эта опухоль не стала уже, как говорится, там, весьма-весьма симптомной. Поэтому здесь нужно понимать, с кем мы работаем. Давайте тогда вот на этом сделаем акцент. Итак, если перед вами пациент с какими-то тревожными симптомами, у него запор, который ничем не коррегируется, он немотивированно худеет, у него необъяснимая анемия, что там еще? У него уже в стуле он видит своими глазами там кровь, да? Ну, то есть это называется симптомы тревоги. У него боль в животе, там, у него лихорадка. Такого пациента мы обследуем независимо от возраста, мы ему проводим там гастроскопию, колоноскопию и полноценное обследование. Если перед нами человек, которого ничего абсолютно не беспокоит, и он достигает возраста 40 лет, правильно, Рустам Ромик? Он должен в идеале пойти сдать тест КАЛа на скрытую кровь. И если там кровь выявится, то обязательно попасть на колоноскопию. Если же сейчас мы говорим о колоноскопии, то колоноскопию первый раз без симптомного пациента по достижении какого возраста делать в нашей стране? Или у нас нет таких вот сроков определенных? Мы смотрим именно двухэтапный скрининг. То есть сначала тест КАЛа? У нас нет чисто эндоскопического скрининга без проведения. То есть, опять же, из исключения группы высокого риска. То есть, если мы видим пациента, у нас вообще дисмонстрирование начинается с анкетирования. Если пациент указывает, что у него есть отягощенный анамнез именно по злокачественным образованиям колоректальной области... Тогда на 10 лет раньше он делает... Нет, это уже показания для маршрутизации на второй этап. Врач-терапевт должен направить уже на эндоскопическое исследование. Вернее, вначале на консультации хирург-колопрактолога. Он исключает абсолютное и относительное противопоказание и, собственно говоря, отправляет на колоноскопию. Хорошо, но вот вы же врачи, у вас есть свое собственное какое-то представление о том, в каком возрасте все-таки первый раз колоноскопию в своей жизни нужно сделать, даже если ничего не беспокоит. 50 лет или 45? Ну, вот свое просто субъективное такое вот мнение, рекомендация. Ну, если начинать с себя, то я буду говорить, что это 49-50 лет, потому что перед аудиторией, как говорится, говорит, что вот я считаю, что 45, а мне я еще не сделал. И вы еще ни разу не сделали. Я еще ни разу не сделал. Поэтому я, как говорится, вполне определенно намереваюсь это выполнить, потому что я считаю, что это необходимо действительно, начиная с 49 лет. Хотя современные исследования в ряде развитых стран, в особенности, цифры смещаются уже более молодым возрастным группам, это 45 лет. Поэтому здесь, я думаю, опять же, должно исходить от того, насколько пациент сам мотивирован, какие есть, значит, моменты, на которые он может сам обратить внимание. Все зависит все равно от людей. То есть на что он будет, как говорится, настроен. И есть люди, которые избегают этого, как вы правильно отметили, а есть люди, которые уже там и в 30 лет бегут и делают полный чекап, в том числе выполняя, значит, там, колоноскопию уже в этом возрасте. Вот, знаете, одна из самых главных, наверное, частых причин, как бы это ни было, как бы странно ни звучало, почему люди избегают, они говорят, а если у меня там что-нибудь найдут, вот я живу спокойно, меня ничего не беспокоит, а вдруг у меня там найдут что-то, какой-нибудь рак, я лучше вот не буду этого делать. Давайте мы вот сейчас, Коля, у нас есть такая возможность поговорить с врачом-хирургом, который каждый день с этими раками имеет дело. Вы нам расскажите, как сейчас обстоит вообще ситуация с раком толстой кишки, насколько это курабельное заболевание, вот если это рак там на первой, второй стадии, можно ли его радикально вылечить, вообще забыть об этом и жить счастливо, да, от чего это вообще зависит, от стадии, может быть, от локализации, правые отделы кишки или левые, от возраста. Ну, в общем, дайте нам какую-нибудь позитивную картину, чтобы пациенты понимали, что даже если у них выявят рак там второй или даже, может быть, на третьей стадии, он все равно дальше будет жить хорошо и счастливо, главное, вовремя выявить. Ну, Рустам Промильевич уже коснулся данного вопроса. Действительно, здесь нужно понимать то, что первой линией является выявление колоноскрытой крови и верификация в качестве выполнения колоноскопии с биопсией. Вот, второй линией после этого, конечно, является, если мы уже подтвердили наличие злокачественного заболевания, то есть мы понимаем, что это уже верифицированный рак толстой кишки, то тогда, конечно, это второй линией является обязательным выполнением компьютерной томографии. Вот, и компьютерная томография должна быть обязательно с выполнением тревянного болюстного, да. То есть мы ищем какие-то метастазы, да? Да, то есть в первую очередь, прежде чем, как говорится, провести предметный разговор с нашим пациентом, что ему можно предложить, вот, обязательно необходимо выполнить компьютерную томографию. Компьютерная томография, как я уже сказал, должна выполняться с внутренним контрастированием. На предмет, значит, наличие отдаленных метастазов, в первую очередь, это печень, вот, легкие, и если мы верифицируем, значит, отсутствие отдаленных метастазов, где-либо после этого мы уже переходим, как говорится, второй, как говорится, фазе нашего предметного разговора, что нужно применить, вот, какую хирургию, да, какой объем хирургии возможен, потому что здесь уже мы начинаем на этой стадии оценивать непосредственно сам опухолевый процесс, где эта опухоль располагается, вот, какой стадии сама эта опухоль, вот, есть ли у нее, значит, наличие отдаленных, вернее, регионарных метастазов, да, чтобы говорить о том, что это предположительно первая, вторая или третья стадия заболевания, и уже в зависимости от этого выстраивается, значит, программа лечения, потому что если, слава богу, мы провели вовремя скрининг и выявили так называемую раннюю форму рака, вот, когда опухоль еще находится на первой стадии своего заболевания. Это что, значит, в пределах слизистой оболочки? Да, совершенно верно, вот, то мы обязательно должны рассмотреть возможность эндоскопического удаления, то есть это будет считаться, вот вы сказали, значит, что делать, если пациент боится, да, там, вдруг найдете там и это. Так вот, чем раньше мы это заболевание обнаружим, вот, то есть если это будет первая стадия, то мы сможем эндоскопически выполнить удаление этой самой ранней формы абсолютно радикально, не делая никаких, значит, вмешательств там, да, через переднюю брюшную стенку, полостных там или лапароскопических операций, неважно, там, а выполнив эту операцию эндоскопически, вот, и это, наверное, вот идеальная, скажем так, формула подхода лечения данного пациента. Если же мы видим то, что эндоскопическому удалению данное образование уже не подлежит там, да, для подобных, скажем так, вариантов лечения, более сложная правая локализация опухолей. Почему? В принципе, потому что для эндоскописта правая половина толстой кишки всегда, скажем так, находится в более опасной зоне, поскольку стенка толстой кишки тонкая, вот, и выполнять эндоскопическое удаление, вот, не всегда безопасно, и эндоскопист всегда оценивает степень риска, вот, и радикальность там, да, возможность выполнения радикального удаления данного на образование без риска для перфорации. И если эндоскопист видит, что этот риск превышает возможности, да, эндоскопии, он уже передает это либо, значит, эндоскопистам более опытного уровня, которые способны выполнять так называемые эндоскопические подслизистые диссекции, либо уже передавать данного пациента в руки к нам, значит, колоректальных хирургов, к онкологам, чтобы мы уже рассматривали возможность выполнения, вот, какой-либо радикальной операции через переднюю брюшную стенку. И здесь, конечно, нужно говорить о том, что принципиально, вот, рассмотреть возможность выполнения лапароскопической операции, вот, которые на сегодняшний день доказали свои, скажем так, преимущества во всех отношениях. Вот, есть даже данные, которые говорят не только о том, что это хорошие косметические, там, результаты ранней активизации, там, да, и меньше болевой синдром и так далее, и так далее. Есть даже исследования, которые говорят о том, что, значит, выживаемость этих пациентов, которые перенесли лапароскопические операции, как это ни странно, значит, выше в группе лапароскопических операций. Но весь вот рак уже, допустим, с метастазами в регионарные лимфоузлы, это тоже можно удалить лапароскопически, конечно, конечно. А вот какой объем в данном случае? Это же все равно, там, не какой-то маленький кусочек кишки, это же, там, обычно гемиколоктомия проводится, да, это обширные все-таки операции. Это зависит от того, где располагается опухоль. Действительно, тут уже мы, ну, уходим в такие специфические-то, да, вопросы хирургии, онкохирургии, вот, рака толстой кишки. Ну, то есть может быть, что обойдется даже небольшим участком, это не обязательно будет тотально. Ну, я думаю, то, что если у нас изначально верифицировано злокачество на опухоль, вот, где бы она ни располагалась и где бы она ни находилась, если это уже Т2, то есть опухоль, которая вышла за пределы, значит, слизистой, ушла в более глубокие слои, то все-таки это необходимо выполнение в расширенной резекции адекватной с лимфодисекцией. Почему? Дело в том, что современная компьютерная томография нам не позволяет говорить о том, что лимфатические узлы, которые, значит, казалось бы, там, да, не копят контраст, не факт, что они не поражены. А вот, а те, которые копят, в том числе, там, да, мы не можем гарантировать, то есть это чувствительный, но не специфичный метод. И наоборот. Поэтому, если... То есть всегда приходится удалять. Если это злокачественная опухоль, и если мы видим, то, что эта опухоль уже однозначно Т2, то мы должны делать объем лимфодисекции адекватный, вот, с удалением всех, да, значит, лимфатических узлов трех порядков, вот. Ну и в зависимости от этого уже и меняется наш объем операции, где эта опухоль располагается. То есть если это правый фланг толстой кишки, то это однозначно, значит, правосторонний гимиколоктомин, ну и так далее. Потому что здесь уже, я думаю, что будет целая лекция, и мы просто в рамках этой программы... Но все равно мы должны объяснить нашим слушателям, и, может быть, зрителям, которые будут слушать эту передачу, они дальше смогут нормально? То есть это будет стома, это будет уже человек такой инвалидизированный? Или даже в этом случае есть шанс, что там не будет никаких стома, и восстановится нормальный образ жизни? Здесь нужно опять делать акцент на том, где эта опухоль локализуется. То есть если мы говорим про правую половину толстой кишки, то это практически, скажем так, 100%, если это не какой-то осложненный рак, и не какая-то коморбидная сложная ситуация для пациента, то это всегда первично-радикальная операция с первичным анастомозом. И если у нас операционный период не сопровождается осложнениями, то эти пациенты практически, скажем так, полноценными здоровыми людьми покидают уже стационар, и к этому вопросу не возвращаются касательно качества жизни там и так далее. Если же эта опухоль располагается в левой половине толстой кишки, и в частности в низкий опухоль рак прямой кишки, то здесь да, мы уже в зависимости от того, насколько эта опухоль близка к заднепроходному отверстию, мы уже должны говорить о том, что это возможная операция с выведением стомы. К сожалению, это и пожизненные стомы, когда мы пациенту говорим, что мы не можем применить ту технологию, когда сфинктер можно сохранить, и уже ориентируем пациента на то, что будет выведено в стома постоянное. Но из положительного могу отметить то, что, в общем-то, на сегодняшний день выполнение экстерпации в прямой кишке с выведением пожизненной стомы настолько стало, в общем-то, редким событием. Вот в таких центрах, где на потоке выполняется данная операция, и объем сфинктеросохраняющих операций, вот, он значительно увеличился. И практически всех пациентов мы в последующем реабилитируем, и если временная стома формируется, в последующем мы ее, конечно, закрываем. Я вот думал, может быть, как раз то время, когда можно продемонстрировать. Это вот как раз-таки фрагмент, в данном случае, лапароскопической роботосистированной операции. Я хотел бы вам продемонстрировать фрагмент видео, где мы видим, насколько безупречно можно выполнять лимфодиссекцию, и в данном случае вы видите то, что выполняется сохранение магистрального кровотока в толстой кишке, то есть мы удаляем одновременно и возможные пораженные лимфатические узлы, и, что немаловажно, имеем возможность сохранить кровоток в бассейне нижней брюжеечной артерии. Это, наверное, одна из опций, которая не всегда применяется нами в онкохирургии, но это вот та опция, которая имеет, по моему мнению, для пациентов, особенно коморбидных, у которых кровоснабжение уже не такое хорошее. И это как раз-таки тот случай, когда мы выполняем синтеросохраняющую операцию. Для того, чтобы настомоз состоялся, улучшенный кровоток, он, конечно, будет способствовать тому, что анастомоз заживет, и эту стому можно будет в последующем закрыть. И в данном случае выполнение роботических операций, в особенности при раке прямой кишки, они, конечно, в том числе значительно улучшили результаты именно синтеросохраняющих операций, когда мы можем значительно, скажем так, ниже уходить по дистальному уровню резекции при низких опухолях прямой кишки, сохранять этот синтероспоследующей перспективы на то, что временно эстома будет, значит, закрыта. Поэтому, конечно, современные методы лечения, в частности, роботической хирургии, которые представлены, значит, в нашем роботическом центре университетской клиники УФЕ помогают таким пациентам оказывать хирургическое лечение на хорошем уровне. То есть это фактически без разрезов, без крови, такие операции, да, которые проводятся? Эта операция делается через проколы, вы абсолютно правы, то есть это, по сути, это лапароскопическая операция, вот, она так и называется, лапароскопическая робота-систированная. Вот, пока на сегодняшний день данное направление в нашей стране, скажем так, развивается не так, как хотелось бы в силу дороговизны данного оборудования, но, тем не менее, в России появляется все больше-больше роботических центров, и в том числе, в общем-то, мы имеем возможность оказывать помощь нашим пациентам на более качественном уровне. Ну, то есть получается, что вот даже на второй и третьей стадии заболевания хирургическое лечение, оно может как бы радикально решить вопрос, да? Или все равно уже там дальше? Мы должны говорить о том, что все-таки здесь лечение рака толстой кишки является, в общем-то, такой проблемой мультидисциплинарной команды. То есть один хирург не в состоянии решить все проблемы данного пациента. После того, как мы выполним, пусть даже безупречное радикальное хирургическое вмешательство, пусть оно будет своевременно, значит, и с адекватным удалением не только самой опухоли, и в пути регионарного, значит, лимфотока и так далее. То есть мы должны стадировать правильно это заболевание. То есть в послеоперационном периоде на высоком, хорошем, качественном уровне должно проведено быть морфологическое исследование удаленного препарата. Морфологи нам должны дать четкую, развернутую картину опухолевого процесса для того, чтобы мы могли спрогнозировать и понять, этот пациент нуждается в проведении адювантной терапии, да, в химиотерапии, да, в послеоперационном периоде. Или же мы говорим о том, что это вот операция при первой и второй стадии, когда уже никакая системная терапия не требуется. И этот пациент уже будет находиться в группе наблюдения, диспансерного наблюдения, вот, с регулярным проведением, значит, исследования на онкомаркеры, проведением последующей колоноскопии, компьютерной томографии, для того, чтобы понимать, если вдруг, не дай бог, где-либо метастазы будут обнаруживаться, чтобы этому пациенту в последующем предложить системное лечение в виде химиотерапии. Понятно. Ну, то есть, вы вот сейчас уже, обладая такой, такими методами лечения, можете нам что-то сказать позитивное, да, что, дорогие друзья, если опухоль выявилась на первой и второй стадии, я вам могу обещать, что практически там в 100% случаев вы дальше будете жить и жить там сейчас. Ну, вот Рустам Рамильевич уже сказал, да, оптимистически в цифры, да, то есть, если мы выявляем данное заболевание вот на начальных стадиях, там, да, то у нас практически выживаемость там приближается там к 100%. Вот, поэтому чем раньше это выявлено, тем больше перспектив для того, чтобы этот, но не надо забывать о том, что даже когда у нас есть признаки того, что данное заболевание было стадировано как первая стадия, там, да, то, что этот пациент не должен выпадать из диспансерного наблюдения, потому что, к сожалению, мы не всегда правильно стадируем вот в силу того, что наши методы не позволяют выявлять микрометастазы, вот, и эти пациенты нуждаются в последующем динамическом наблюдении, инструментальном и лабораторном контроле, вот. А вот про четвертую стадию что-то можете сказать? Есть вообще хоть какие-то, если есть отдаленные метастазы, да, там, в печени, в легких, были у вас случаи, что удавалось спасать пациентов? Ну, я скажу то, что на сегодняшний день это, ну, не считается группой инкурабельной, то есть, если раньше, вы помните, мы говорили, четвертая стадия, вот, мы ставим крест на человека и, к сожалению, констатируем, что медицина бессильна. Нет, на сегодняшний день это абсолютно не так, вот, и даже если мы выявляем, значит, четвертую стадию заболевания, мы уже должны уходить в конкретику, то есть, мы должны оценивать распространенность этого опухолевого процесса, вот, какое количество метастазов, в каких органах, вот, какой вид лечения предпочтительно выбрать в начале, вот, то есть, в данной ситуации это уже не всегда хирургия, то есть, если мы говорим о том, что это, например, там, один метастаз, там, да, в легкие или в печень, мы должны все-таки рассматривать возможность выполнения первично-радикальной операции, вот, симультанным удалением опухоли и из кишки, и из печени, например, вот, если же мы имеем ситуацию, когда процесс распространенный, вот, и выполнить, значит, первичную радикальную резекцию из обоих, там, да, локализации и первичной опухоли, и метастатического поражения, то здесь уже выступает на первой линии химиотерапия, вот, и в этих ситуациях нередкий случай, когда мы из, в частности, там, нерезектабельных метастазов печени получаем в последующем эти метастазы становятся резектабельными, вот, мы можем дробить лечение, там, да, выполняя сначала первые линии, например, там, удаление метастазов из печени, это так называемая стратегия Ливерферст, когда мы видим, что поражение печени является более, скажем так, угрожающим для пациента, и если эти метастазы можно удалить, вот, то на первый план выступает проведение химиотерапии, значит, выполнение резекции печени, а уже в последующем мы возвращаемся только к первичному очагу, то есть здесь уже, ну, стратегия может иметь такое количество разных вариантов подхода ведения данных пациентов, и во многих ситуациях это не крест на пациенте, вот, то есть это такой уже, ну, более тщательный подход к ведению данных больных, вот, и с целью, чтобы в последующем это, на самом деле таких пациентов становится все больше и больше, вот, которые в течение, там, своего заболевания подвергаются, там, многократным резекциям, то есть у нас есть примеры, когда мы удаляем, значит, первичную опухоль метастазы из печени, и потом ежегодно выполняется удаление в других, значит, вновь выявленных метастазы из печени, иногда пациенты подвергаются там два, три, четыре раза резекции печени, и весь вопрос только в том, насколько он в состоянии переносить проводимую химиотерапию, вот, и насколько он способен переносить эти самые радикальные хирургические, да, методы лечения, поскольку здесь уже подход идет о, так называемых, паренхемосберегающих там методах, то есть если раньше мы говорили о том, что это вот такие травматичные, сложные вмешательства, значит, органуносящие, вот, то на сегодняшний день принята стратегия паренхемосберегающих операций при резекции к печени, то есть мы не стремимся, значит, да, унести весь орган, то есть наша задача сохранить, в частности, пораженную печень, вот, таким образом повлияв на долгосрочную перспективу. Но это, конечно, скажем, такое тесное взаимодействие хирурга-гипотолога, значит, колоректального хирурга-химиотерапевта, там, вот, в такой очень плотной связке союзе ведения таких больных. То есть, в общем, мы понимаем, что сейчас медицина дошла до таких высот, что спасать мы можем бесконечно, да, и даже при запущенных стадиях рака, но, конечно, хотелось бы ограничиться одним дешевым тестом на кровь в кале, да, и этим все страдания свои собственные и своих пациентов закончить. То есть, сделали скрининговый тест легкий, дешевый, выявили кровь, сделали колоноскопию, удалили небольшой полипчик и дальше живем спокойно, да, без кошмарных страданий, без затрат государства и без всего вот этого, чего вы нам рассказали. Это, конечно, все невероятно, до каких технологий сейчас вы дошли, и техника дошла, и это все очень здорово. Давайте мы еще раз подчеркнем важность того, что наших пациентов и родственников, и самих себя надо направлять на вот такие вот диагностические методики вовремя. Большое спасибо, что вы сегодня нас смотрите в предпраздничный день. Вот, вопросов каких-то конкретных нам по методикам операции или методикам исследования нет, но если вдруг вы потом еще будете смотреть нашу передачу, кто нас смотрит не в прямом эфире, у вас появятся вопросы, вы их пишите в комментариях, и мы будем периодически просматривать и постараемся вам ответить. Вам спасибо огромнейшее, что вы смогли сегодня приехать, прилететь, вот, за ваш невероятный труд, за помощь пациентам, за то, что вы их спасаете, помогаете. Но, может быть, вы хотите сказать пару заключительных слов и, самое главное, поздравить наших женщин. Да, пользуясь возможностью, у нас первая миссия была именно поздравить, поэтому я хочу обратиться ко всем милым женщинам. Берегите себя, мы вас очень любим, всем здоровья, побольше радости, улыбок. Ну, еще раз, будьте более внимательны к своему здоровью. Артур Альбереву. Да, спасибо огромное, Валерия Олеговна, за приглашение, возможность поделиться и действительно поздравить прекрасную половину всего нашего, да, человечества, благодаря кому мы здесь вообще появляемся на, как говорится, этот мир в этой жизни. Ну и вот в качестве такой маленькой, приятной, этот, заболеваемость рака толстой кишки значительно выше в мужской половине. Правда? Да. И, ну, насколько это, скажем так, будет приятным бонусом, да, перед предстоящим праздником, но хотя бы в этом, как говорится, вот... Нам повезло. Да, данная тематика, в общем-то, оберегает наших милых женщин, поэтому мы вас любим и будьте, пожалуйста, здоровы, берегите себя и своих близких. Спасибо. Большое спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok